Всем привет! Я сегодняшнюю лекцию решил назвать «Влияние наблюдателя» с дополнением «Как сознание воздействует на материю» и посвятить ее такому неоднозначному вообще эффекту в квантовой механике как эффект наблюдателя. На этом эффекте довольно много спекуляций производят. И вот эта картинка, которая тут на самом первом слайде нарисована, она как раз отсылает к самому известному в квантовой механике эксперименту. Эксперименту с двумя щелями. Там, где частицы ведут себя то, как частицы, то, как волны, и в зависимости от того, наблюдаем мы за ними или нет, выбирают ту или иную свою ипостась. И вот почему это происходит? Есть разные способы объяснения, вплоть до мистических. И вот попробуем сегодня с этой мистикой разобраться, где там мистика, а где настоящая наука, и что на самом деле доказали ученые в этом эксперименте с двумя щелями. Но прежде чем перейти к самому этому эксперименту, давайте сначала… Ну это вот просто необходимо чисто методологические вопросы затронуть, потому что без них такое понимание этой темы невозможно. Начинается с методов научного познания. Вообще, как мы, как ученые, познаем мир. У нас есть три способа, три метода познания. Они все классифицируются как эмпирические, общие и теоретические. Физика, поскольку наука экспериментальная, то основные ее инструменты – это эмпирические методы. Наблюдение, измерение, эксперимент и сравнение. Ну если с измерением, сравнением более-менее понятно, а вот наблюдение и эксперимент – здесь есть одна очень важная деталь. Наблюдение – это не просто восприятие какого-то явления, но и такое наблюдение, которое не вмешивается в эти процессы, которые наблюдает. Вот это ключевой момент. Эксперимент – изучение явлений в контролируемых и управляемых условиях. То есть мы ставим некий объект наблюдения в готовые условия, специально подготовленные для этой системы, а дальше наблюдаем за ней, как она себя ведет. То есть тоже не вмешиваясь в эти процессы. И вот в чем отличие? Почему важно вот это невмешательство? Ну вот на таких простейших примерах наблюдения. Есть астрономические наблюдения. Вот это самый такой чистый вид наблюдения. Когда мы смотрим за звездами, которые расположены от нас в миллиардах и миллиардах километров, мы на них вообще никакого воздействия не оказываем. Правда? Они мало того, что далеко от нас находится, еще тот свет, который мы воспринимаем своими приборами или своими глазами, они испустили еще миллионы лет назад. То есть мы воспринимаем звезды не такими, какие они сейчас есть, а какими они были давным-давно. В этом плане мы, конечно, на них никак не влияем. И другая ситуация, когда мы наблюдаем, например, за какими-то социальными системами или за людьми. Если люди видят, что за ними наблюдают, они себя ведут уже как-то совсем иначе. Всем знаком пример, скажем, с открытым уроком в школе, когда приходит некий наблюдатель смотреть, как в школе себя ведут дети. И, конечно же, открытый урок это совсем не такой урок, как обычно происходит в школе. Вот это эффект наблюдателя, когда он вмешивается в систему, вмешивается в тот объект, который наблюдает и меняет его поведение. Но это в социальных системах. Как это в физических происходит? Вот к этому мы сейчас придем. Мне пока важно зафиксировать вот эту необходимость не вмешиваться в тот процесс или в то явление, которое мы хотим описать. Также есть еще общие и теоретические. Это я так просто для справки привел. Их часто объединяют с теоретическими, потому что вот все это и общие теоретические – это то, что мы делаем в своей голове. То есть эксперимент мы делаем руками, а потом то, что мы получили на эксперименте, как-то интерпретируем, строим какие-то теории, модели, классифицируем. Кстати, вот эта классификация эмпирические, общие и теоретические – это тоже некий метод научного познания, который мы сейчас с вами применили. И на этом этапе тоже важно зафиксировать, что наблюдение, оно всегда предполагает некую теорию, некое представление об объекте. То есть мы не просто непосредственно на что-то посмотрели и сделали выводы. Любому наблюдению предшествует некая гипотеза, некая теория, некое представление. Вот чтобы это проиллюстрировать, давайте посмотрим вот такую картинку, комикс, который ходил по интернету некоторое время назад. Значит, здесь, давайте я расскажу, в метро или в общественном транспорте едет такая старая баба-кошка и видит, что над ней склонилась молодая девочка-кошка и у нее синяк на руке в том месте, куда обычно наркоманы колят свое зелье. И это она видит. Конечно, однозначный вывод, который можно из этого сделать, что наркоманы паршивые, совсем стыд потеряли. То есть вот наблюдение, из которого делается вывод. Этому наблюдению предшествует какое-то представление. А на самом деле у этой девочки здесь есть телефон, в котором ей пришла смс. Спасибо, кровь, которую вы сдали только что, спасла жизнь пациента с благодарностью Центр Крови. То есть всегда, когда мы анализируем какое-то наблюдение, мы уже имеем какую-то гипотезу. Наблюдение как таковое еще не дает нам какую-то информацию в системе. Она всегда встраивается в какую-то систему интерпретаций. И вот эту систему интерпретаций нужно понимать, нужно ее видеть и относиться к фактам не просто как голым каким-то данным, а всегда встроенным в какую-то теорию. Наши сегодняшние факты будут встроены в квантовую теорию. И вот с квантовой теорией нам надо будет разобраться. Прежде чем перейти к квантовой теории, немножко классической теории, теории электромагнитного излучения. Тот самый эксперимент с двумя щелями на самом деле проводился изначально со светом, а не с частицами. Как раз чтобы проверить, что такое свет на самом деле, то ли волна, то ли частица. Если мы сделаем такой эксперимент, значит луч света пропускают через экран с одной щелью, чтобы у нас был не такой широкий пучок света, а такой узенький, маленький. По-моему, Ньютон еще такое делал в своей лаборатории, зашторивал шторы плотным и делал маленькую дырочку. И через эту дырочку проходит луч света. Потом мы на его пути ставим другой экран с двумя щелями. Важно, чтобы эти две щели были очень близко друг к другу. Тогда каждый из этих щелей становится источником электромагнитного излучения, ну или источником новых волн. То есть каждый из них выпускает свой луч. И дальше эти лучи накладываясь друг на друга, на экране, конечно, дают уже какое-то изображение. Значит, как это изображение может выглядеть? Ну, если мы откроем только одну щель, мы увидим какой-то засвеченный участок. Если мы откроем вторую щель, мы другой засвеченный участок увидим. А если мы откроем обе? Ну, должно быть, наверное, что-то среднее между ними. Какая-то вот такая сумма вот этих двух ярких пятен на экране, напротив каждой из щелей. То есть представление о теории о свете как о потоке частиц говорит нам, что мы должны получить такую равномерную картину. А если бы свет представлял собой волны, тогда мы бы видели вот такое чередование темных и светлых полос, что на эксперименте мы и наблюдаем. То есть свет ведет себя действительно как волна. То есть огибает вот эти вот два препятствия. Дальше как волна накладывает… Каждая из щелей становится источником новых волн. Эти волны накладываются друг на друга. И чисто математически можно рассчитать, как должна выглядеть вот такая картина. И действительно в эксперименте оказывается, что свет ведет себя так же, как и волна. Но кроме этих экспериментов, которые проводились еще в начале 19 века, вроде бы поставлена такая уже жирная точка в вопросе о том, что такое свет. Потому что до этого еще были споры. Ньютон придерживался корпускулярной теории света, что он предполагал, что свет — это частицы, поток частиц летящих от источника. Гюйгенс, Фринель и их последователи думали, что это поток, что это волна. И оказалось, что вот эксперимент подтверждает, что свет — волна. С другой стороны, в начале, уже в конце 19 века, начале 20-го, были обнаружены новые эффекты, о которых Ньютон еще не знал. Это так называемые квантовые свойства света. Самый известный фотоэффект, который мы проходили с вами в школе еще, в 11 классе. И эффект Камптона. Его уже проходят в университетах. Он более сложный немножко. Но то, что каждый из этих экспериментов дает в качестве результата, объяснить с помощью волновой теории света невозможно. Фотоэффект — это эффект выбивания электронов с поверхности металла таким направленным лучом света. То есть мы светим на поверхность металла, и поверхность металла обретает какой-то электрический заряд, положительный. То есть как будто бы с него улетают электроны. Вот это фотоэлектрический эффект называется. Эффект выбивания электронов лучом света или другого электромагнитного излучения. Эффект Камптона — эффект рассеяния на электронах тоже электромагнитных волн. И оказывается, что объяснить вот эти эффекты с помощью чисто волновой теории света невозможно. Не получается объяснить. Приходится предположить, что свет — это поток частиц. И вот с тех пор мы имеем так называемый корпускулярно-волновой дуализм света. То есть свет, как оказалось, представляет из себя какую-то более сложную сущность, чем просто поток частиц или просто электромагнитная волна. С нашей бытовой точки зрения это кажется каким-то абсурдом. Скажи конкретно, или это волна, или это частица. На самом деле природа устроена несколько сложнее, чем наши какие-то бытовые представления, как она должна быть. В качестве примера можно привести, скажем, вот этот микрофон. Если на него смотреть прямо, то он представляет из себя такую продолговатую… Он будет иметь вид круга. И в этом плане можно сказать, что микрофон — это одновременно и круг, и такая продолговатая фигура. А кто он на самом деле? Или круг, или прямоугольник? На самом деле он и то, и другое, в зависимости от того, с какой стороны на него посмотреть. И вот точно такая же история со светом. Он и волна, и частица одновременно. И в зависимости от того, в какие условия мы его поставим, такую свою сущность он и проявит. А на самом деле ему присуще и то, и другое. Но на этом наука не остановилась. Дальше было одно исследование Луи де Бройля. Чисто такая математическая игрушка. Что сделал Луи де Бройль? В своей кандидатской диссертации, которую он написал в 1923 году, исследование в области квантовой теории, он объединил два уравнения, известные на тот момент времени. Первое уравнение — E равно H ν. Это энергия электромагнитной волны. H — это константа планка, ν — частота. То есть частота — это некая характеристика волны, как быстро она колеблется. С другой стороны уже была известна формула Эйнштейна E равно mc квадрат. m — это масса какой-то частицы, c — скорость света. И что он сделал? Он говорит, ну, здесь энергия и здесь энергия. А давайте мы их приравняем. И вот за этот свой трюк, чисто математический, он получил Нобелевскую премию в 1929 году. То есть о чем он говорит, вот этот трюк? Он говорит о том, что любой частице, обладающей массой m, можно поставить в соответствие некоторую волну с частотой, которая вычисляется вот по этой формуле. Точно так же, как и любой волне, у которой есть частота ν, можно поставить в соответствие частицу с массой m. И с тех пор мы уже говорим о корпускулярном волновом дуализме не только света, но и частиц. Кстати, научный редактор, ну, не научный редактор, как это? Референт. Значит, на каждую диссертацию нужно написать отзыв. Вот его научный референт на его работу написал такой отзыв. Там была такая фраза, что с математической точки зрения все выполнено абсолютно точно, но с физической полный абсурд. То есть вот представьте себе, что частицы материи, частицы вещества, которые к тому времени уже были известны, протоны, электроны, обладают волновыми свойствами. Это было как-то… Как они могут обладать волновыми? Как частица вещества может быть еще и волной? Но на самом деле это оказалось довольно важной идеей. И буквально через несколько лет американские физики Дэвисон и Джермер, ну и потом еще британский Томпсон наблюдали ту же самую интерференционную картину, но уже не от лучей света, а от потока электронов. То есть они пропускали фотоны, пропускали электроны, частицы вещества через две щели, на самом деле там чуть более сложные, поскольку для электронов длина волны очень маленькая, их нужно пропускать через очень близко расположенные друг к другу щели. А такими щелями для электронов могут быть кристаллические решетки. Поэтому электроны пропускали через такие кристаллы, и они на экране выдавали вот такую же интерференционную картину, как будто сам электрон обладает волновыми свойствами, за что им в 1937 году присудили Нобелевскую премию. То есть тем самым подтвердили волновые свойства и частицы. То есть частицы тоже оказались такой довольно сложной сущностью. Не просто куском материи, но и куском материи, который может вести себя как волна. Ну и тут важно сказать, что мы электроны, протоны, даже атомы, мы их не можем наблюдать вот так, как обычные предметы, как эту книгу, например, или как стул, или как этот экран. Они настолько маленькие, что мы их глазом не можем видеть. Поэтому мы создаем просто специальную установку, какие-то лабораторные приборы, на которых мы видим точки яркие, куда попадает электрон, там что-то светится, или какие-то треки в камере Вильсона, например. То есть самих электронов мы не видим. Поэтому однозначно сказать, что это кусок материи или это волна, невозможно. Мы всегда судим по каким-то косвенным признакам. Вот поставили электрон вот в такую ситуацию, он себя ведет как волна. Поставили электрон в другую ситуацию, он будет себя вести как частица. Сам по себе он и то, и другое, и может быть еще что-то. Но возникает вопрос. Окей, ну может быть они, проходя через эти две щели, просто из-за того, что их много, они сталкиваются и разлетаются вот таким образом, и поэтому мы получаем такую картину. А что, если мы будем просто по одному их выпускать, какая картина будет тогда на экране? То есть когда мы исключим возможность их взаимодействия друг с другом в процессе вот этого подлета к экрану. Оказывается, что даже если мы их по очереди выпускаем, то есть каждый следующий, когда уже предыдущий долетел до экрана и врезался в него. То есть вот все вот эти яркие точки, это куда-то попавший электрон. И вот при достаточно большом количестве электронов, это вот работа 89-го года, мы видим, что набирая статистику, электроны распределяются в точности в соответствии с законами волновой механики. То есть как будто они ведут себя как волны. Окей, и вот тут задают вопрос, а что если после того, как электрон пролетел щель, мы подсмотрим, через какую щель он пролетел. То есть как будто бы один отдельно взятый электрон проходит через две щели, но это невозможно, это же кусок вещества, он должен либо через левую, либо через правую пролететь. А давайте мы посмотрим, через какую щель пролетит электрон. И вот тут начинается мистика, что как только мы посмотрим на электроны, через какую щель они пролетели, оказывается, что интерференционная картина разрушается, и мы видим только две яркие полосы напротив каждой из щелей. То есть когда за электроном не наблюдают, он ведет себя как волна. Когда за ним наблюдают, он ведет себя как частица и врезается в точности напротив той щели, через которую он пролетел. И вот это дает такое огромное пространство для разных мистификаций и интерпретаций, что вот это как раз тот самый момент, когда сознание начинает влиять на материю. То есть электрон как будто бы чувствует, что мы за ним наблюдаем, и начинает вести себя прилично уже, как частица. А вот когда за ним никто не смотрит, он как волна начинает. И вот тут важно умение, что значит наблюдать, что значит, что мы смотрим на электрон. Вот этот эффект наиболее красиво представлен в этом ролике. Кто-нибудь смотрел его? Доктор Квантом. Есть, да? Вот кто не смотрел, можете загуглить, там в Ютубе так он называется. Доктор Квантом. Эксперимент с двумя щелями и эффект наблюдателя. Там вот вся вот эта мистика показана. Вот где в самом конце такой глазик специально нарисован, что как только этот глазик появляется, открывается, смотрит, через какую щель пролетел электрон, ну хоп, и как частица. Глазик исчезает, хоп, электрон как волна себя ведет. Почему это так? Почему после наблюдения электрон занимает конкретную точку в пространстве, а когда мы на него не смотрим, он как бы размазан по пространству, как будто волна. А для этого нам надо вспомнить, ну или кому не вспомнить, подумать, как мы описываем состояние частиц, как мы описываем движение. Если электрон — это кусок вещества, кусок материи, какая-то точка в пространстве, то для этой точки можно приписать какую-то конкретную координату и импульс, ну или скорость по-другому. Значит, эта точка вот здесь и летит она туда. Это стандартный классический подход, гамильтонов подход. И вот эти вот уравнения гамильтона — это полный эквивалент второго закона Ньютона, который мы в школе изучали, F равно МА. Это просто немножко на другом языке переписан тот же самый принцип. Что если мы знаем координату импульс или скорость частицы в какой-то момент времени, где она находится и куда летит, с какой скоростью, то мы можем предсказать полностью всю ее динамику, и в том числе через какую щель она пролетит. Но вопрос, откуда мы узнаем вообще координату электрона? Ну, конечно, можно посмотреть. Вот как выглядит восприятие или наблюдение за каким-то объектом. Вот у нас есть объект, яблоко. Мы на него смотрим, значит, этот глаз обрабатывает сигналы, передадут к нам в мозг, и мы понимаем, что перед нами яблоко. Вот это такая стандартная схема любого наблюдения. Но вопрос, чего не хватает в этой схеме? Вот есть наблюдатель, мозг, есть объект, на который мы смотрим. Чего не хватает? Лампочки, конечно. Чтобы увидеть яблоко, на него должен упасть луч света, отразиться и попасть нам в глаз. Только после этого мы начинаем видеть яблоко. Другого способа увидеть у нас невозможно, не существует, у нас нет. Ну, либо есть еще вариант подойти к нему и его потрогать. Но тогда он точно нас почувствует, что он есть. А такое самое минимальное воздействие, которое мы можем оказать на яблоко, это просто на него посмотреть. А посмотреть – это значит лампочкой на него посветить, отраженный свет поймать своим глазом и тогда понять, что перед нами стоит яблоко. И вот теперь представьте, что нам нужно посмотреть не на яблоко, а на электрон. Как мы можем электрон увидеть? Ну, точно так же, только посветив на него лампочкой. И вот тут проблема. Потому что электрон по своим размерам или по своей энергии, по масштабу своих энергий сравним с тем фотоном, которым мы на него светим. То есть лампочка излучает поток фотонов, они врезаются в этот электрон, отражаются. Но когда рассеянный фотон полетел к нам в глаз, электрон уже сменил свою траекторию, полетел совсем в другую сторону. И тем самым мы не можем посмотреть на электрон, не изменив его характеристики. То есть электрон до того, как мы на него посмотрели и после того, как мы на него посмотрели, это два разных электрона. У них будут разные характеристики, разные скорости, разные координаты и так далее. То есть самим фактом наблюдения, который на самом деле не наблюдение, а вот такой вот катастрофический процесс столкновения фотона и электрона, мы очень сильно, существенным образом влияем на тот объект. И тем самым мы не можем уже удовлетворить вот этому требованию, что наблюдение — это восприятие явлений без вмешательства в них. Все квантовые объекты таковы, что получить какую-либо информацию об этих объектах, не изменив их состояние, невозможно. Это вот как если бы я хотел посмотреть, например, на вот эту бутылку с водой, со стороны, и бросая в нее не луч света, а бросая точно такие же бутылки. И отражаясь по тому, как эти бутылки отскакивают от нее, можно было бы судить о том, что там находится. То есть подобная ситуация и в микроскопическом мире. Мы не можем посмотреть на какой-то объект без его… То есть вот что на самом деле происходит, когда мы смотрим. Мы катастрофу производим. Коллапс. А вот коллапс чего? Сейчас с вами разберемся. Значит, масштаб вот этой неопределенности… Сейчас я закончу в конце. Просто времени очень мало. Я хочу все успеть. Там еще в конце будет красивая картинка. Вот этот масштаб воздействия определяется принципом непределенности Гейзенберга. Чем точнее мы определяем координату частицы, тем менее точной для нас становится ее… Определена ее скорость или ее импульс. Точно так же там для энергии можно выписать, точно так же для других смежных пар физических величин. Это как будто бы у нас частица, поскольку мы уже не можем точно сказать, где она находится. Она находится сразу же в нескольких местах. Вот как электрон одновременно проходит и через одну, и через другую щель, точно так же он до того, как мы на него посмотрели, он может быть где-то размазан по пространству. Вот такая вот картинка, как иллюстрация принципа неопределенности Гейзенберга. Вот этот код Вася, он одновременно находится во всех точках этой комнаты. То есть пока мы не произвели наблюдение, он вот как-то так. Когда мы зашли, он уже в какой-то конкретном месте находится. Поэтому для описания таких объектов, на которые мы не можем посмотреть и сказать, где они находятся, мы уже не можем использовать координату импульс. Нам нужна какая-то более сложная процедура, более сложный математический аппарат. И этот математический аппарат придумал Шрёдингер. Он ввел так называемую волновую функцию. Гейзенберг предложил вектор состояния. На самом деле это эквивалентные формулировки. И тем самым, ну и предложил свое волновое уравнение для описания, которое существенно отличается от классического описания. Это уже дифференциальное уравнение в частных производных. Такая здесь довольно сложная конструкция, за что получил Нобелевскую премию. И вот здесь то, что мы находим, решая это уравнение, мы находим волновую функцию. И вот волновая функция – это некий такой математический объект. Это не какая-то физическая. Это математический объект, квадрат модуля которой дает вероятность нахождения частицы в данной точке. Ну или плотность вероятности. Вот если мы нарисуем графики вот этих функций, ну здесь в качестве примера я привел несколько таких волновых функций. То есть если у нас вот волновая функция выглядит как-то так, ну квадрат модуля этой функции, то значит скорее всего частицы находятся либо в этой точке, либо в этой точке. А вот между ними уже вероятность найти ее гораздо меньше. Поэтому если мы имеем вот такую волновую функцию, у нас электрон как бы размазан по пространству. Если мы имеем вот такую волновую функцию, электрон может находиться либо здесь, либо здесь скорее всего. В других точках уже меньше вероятности ее получить, меньше вероятности ее найти. И вот что происходит в процессе наблюдения, когда мы, вот электрон как-то у нас вот так вот размазан по пространству, вот эта вот высота этой фигуры показывает вероятность, насколько выше поднялась эта фигура, настолько выше вероятность найти электрон в той или иной точке. Так вот, когда мы производим наблюдение за этой частицей, допустим, это электрон, мы как-то на него воздействуем. Соответственно, он должен изменить свою волновую функцию. Если мы измеряем, допустим, его координату, мы на него как-то воздействовали, значит, у нас отразился этот фотон, что произошло с волновой функцией. Вот в квантовой механике говорят, что происходит коллапс волновой функции. Вот этот коллапс волновой функции означает, что мы уже точно, практически со стопроцентной вероятностью знаем, что электрон находится вот здесь. Вот нигде попало там, не размазан по всему пространству, а вот здесь. То есть мы своим измерением меняем состояние электрона. Это мы говорили. А как мы его меняем? Мы его меняем вот таким образом. То есть мы не просто посмотрели на электрон и все, и отошли. Это вот мы в магазине можем зайти и сказать, ну я просто посмотреть. На самом деле вот на электроны просто посмотреть нельзя. Вот что происходит с электроном, когда на него смотрят. И после этого мы еще хотим, чтобы он вел себя как волна. Ничего подобного. Вот после того, как мы выпустили электрон, он летит как волна, проходит через эти две щели и летит дальше как волна. И вот в этот момент, когда мы на него смотрим, он коллапсирует, и его волновая функция превращается вот в такой пик, и дальше этот пик попадает на экран в конкретную точку. Он уже не может создать никакую интерференционную картину. И последний сюжет, про который я хочу сказать, что такие эксперименты проводились на самом деле не только с электронами. Уже вот такие сложные молекулы, как фуллерен. В конце 90-х годов был проведен аналогичный опыт по рассеянию, по интерференции фуллеренов. То есть это уже такая огромная молекула, несколько десятков атомов углерода, которая летит. И на экране тоже дает такую же интерференционную картину, как и дают электроны. То есть вот эти квантовые свойства, они характерны не только для отдельных частичек, но и для таких довольно больших молекул. Более того, сейчас есть группа ученых, которые хотят произвести подобные эксперименты уже не только с фуллеренами, но выпускать вирусы. То есть уже вирусами бомбардировать экран с щелями и показать, что они тоже обладают квантовыми свойствами. Но тут с этими фуллеренами, вот как раз эта история, которую я обещал, красивые картинки. Значит, что делать? Эти фуллерены, поскольку это довольно большие такие молекулы, их можно наблюдать не только бомбардируя их потоком фотонов, но и можно наблюдать, например, по их тепловому излучению. То есть можно нагреть эти молекулы, а все нагретые тела излучают электромагнитные волны. Вот если вот сейчас здесь полностью весь свет погасить, вот вообще никакого света не будет. И посмотреть на этот зал в каком-нибудь инфракрасном диапазоне, вот прибор ночного видения, вы все будете светиться. И я тоже буду светиться. Потому что все нагретые тела излучают вот эти инфракрасные волны, в том числе и фуллерен. Его тоже можно нагреть. И что оказывается? Что можно по вот этому тепловому излучению понять, через какую щель пролетает конкретный атом фуллерена, конкретная молекула фуллерена. Как это выглядит? Вот пролетает нагретая молекула фуллерена. В какой-то момент… Ну мы же не знаем, как она летит. Мы не увидим. Мы видим только отдельные точки, где она излучает вот это инфракрасное излучение. И тем самым мы можем понять, через какую именно щель пролетает данная молекула. Но проблема в чем? Что нагревая эту молекулу, мы тем самым точнее можем определить через ее траекторию. Чем больше температура, тем большую частоту излучает эта молекула, тем более точно мы определяем ее местоположение. И там проблема какая? Чтобы точно определить, через какую щель пролетела конкретная молекула, необходимо, чтобы длина волны вот этого теплового излучения была сравнима с расстоянием между щелями. Потому что если длина волны большая, мы не можем понять, через какую именно из щелей он пролетел. Он может через эту и может через эту щель пролететь. Поэтому частота этого излучения или длина волны должна быть достаточно маленькой. Это значит, что энергия должна быть большой. И вот увеличивая энергию излучения этого, то есть нагревая эти фуллерены до более высокой температуры, мы получаем полное размывание этой интерференционной картины. То есть вот этот переход из волнового поведения в корпускулярное происходит немгновенно. То есть это не вот так вот щелчком. Вот он только что летел как волна, и тут хоп он летит как частица. То есть вот этот переход от интерференционной картины, чередования темных и светлых полос, к простому размытию, он происходит постепенно. И вот здесь вот на этом графике показано, на этой картинке, что повышая энергию вот этого лазера, которым мы нагреваем, мы получаем разные распределения. Самое хорошее распределение при энергии близкой к нулю, а при высоких энергиях, то есть когда мы уже можем точно сказать, через какую щель пролетела конкретная молекула, мы тем самым уже не можем видеть никакую интерференционную картину. Вот такое вот размывание происходит. И здесь, конечно, уже никакого наблюдателя вообще не требуется. То есть вот этот переход от волновых свойств к корпускулярным не требует наличия даже человека. То есть наблюдатель вообще никакой не смотрит за тем, что там излучает этот фуллерен. Они просто пролетели и все. И поэтому, когда мы пытаемся ввести в физику вот этого наблюдателя и сказать, что он как-то влияет на результат эксперимента, нужно всегда указывать, а каким образом он это влияние осуществляет. Вот если бы можно было так сделать, посадить наблюдателя в одну комнату и сказать ему, вот сиди и думай. Через какую из щелей пролетел конкретный электрон. А в соседней комнате начать этот эксперимент. Вот тогда, если это влияние какое-то существует, и там этот электрон будет вести себя уже как частица, тогда можно будет говорить о влиянии сознания на материю. Такого непосредственного. Ну, то есть не непосредственно, да, прямого влияния на материю. А во всех экспериментах, которые проводятся, и которые в разных интерпретациях пытаются преподносить, как будто само присутствие наблюдателя как-то влияет на эксперимент, это всегда некое такое передергивание фактов, некое недоговаривание того, что на самом деле происходит. Потому что не указывается то, как это наблюдение происходит. А в квантном мире любое наблюдение с неизбежностью приводит к изменению состояния системы. И, соответственно, она уже будет вести себя совсем по-другому. Более того, с фуллеренами проводили не только вот такие эксперименты, если эти молекулы фуллерена летят не в вакууме, а там есть молекулы воздуха, они же могут с ними сталкиваться. И вот по столкновению с этими молекулами тоже можно было бы судить о том, через какую щель пролетела конкретная молекула фуллерена. Так вот, оказывается, что если запустить до воздуха в эту камеру, между источником фуллеренов и экраном, то интерференционная картина тоже портится. То есть сам факт столкновения фуллеренов и молекул воздуха тоже портит интерференционную картину. Это вообще уже никак не связано ни с какими наблюдателями. Это чисто квантомеханический эффект. На этом давайте я закончу. Я не знаю, успел. Все. Спасибо. И я видел, там было несколько вопросов. Да, пожалуйста. Вы могли бы прокомментировать эксперимент с отложенным выбором? Когда телескопы, детекторы ставятся за щелями? Да, это еще одна мистификация, такая довольно распространенная, что вроде бы как если наблюдать или получать информацию о том, через какую щель пролетел электрон или фотон, там с фотонами было, причем получать ее уже после того, как фотон врезался в экран, можно каким-то образом повлиять на ту картину, которую он образует. На самом деле там тоже не все так просто, потому что эксперимент с отложенным выбором, он, во-первых, наблюдает уже не за теми фотонами, которые прошли через эти две щели, а там после каждой из этих двух щелей ставится прибор, ну не прибор, такая линза, которая расщепляет этот фотон на два, и, соответственно, дальше движется уже не тот фотон, который был вначале испущен, а два других, которые родились в этой линзе, в этом кристалле, и дальше наблюдают уже за ними. Поэтому здесь, во-первых, это уже первое такое отклонение от классического эксперимента. Во-вторых, там тоже берется не… как картина сама по себе не меняется от того, смотрим мы на те результаты, которые уже после фиксируются, а просто берются те фотоны, которые вылетели, которые можно было из этих двух. Один врезался в экран, а второй мы поймали, и тем самым мы можем сказать, через какую он пролетел. То там берется корреляция между вот этими фотонами, которые мы поймали на детекторе, и теми фотонами, которые врезались в экран. И поэтому здесь тоже это еще один такой дополнительный элемент, который отклоняется тоже от этого эксперимента. Настроить на что? Вот смотрите, с фотонами не все так просто, потому что что значит увидеть фотон, через какую очередь он пролетел? Это просто его поймать, зарегистрировать. А если мы его зарегистрировали, все, он уже дальше не идет. Мы его съели, мы его поглотили. Поэтому все эксперименты, которые пытаются с этими фотонами работать, они их расщепляют. То есть это берется уже не тот исходный фотон, который летит, который испущен источником. А мы его поглотили, как-то преобразовали и впустили дальше. Добрый вечер. Вот меня интересует такой вопрос. Когда я интересовался подобной темой, наткнулся на такую информацию в одном из документальных видео, снятых каналом BBC. В 80-е годы в университете город Берфи, в Калифорнии, физики хиппи, в Калифорнии. Вот я останусь на физиках. Физики хиппи из города Беркли, штат Калифорния пытались обосновать такие вещи, как экстрасенсорика, телепатия с помощью эффекта наблюдателя и квантового взаимодействия между частицами. Вот с вашей точки зрения, это реально ли сделать, или это какая-то очередная мистификация? Спасибо. Мне кажется, что ключевым словом здесь физики хиппи является. Причем ударение на втором слове, а не на первом. Вообще все, что касается исследований сознания и психики, это точно не область физики. И поэтому все подобного рода исследования должны проводиться по методологии психологического исследования, как психика влияет на те или иные явления и процессы. И если влияет, то нужно предъявить механизм этого влияния. И пока все, что связано с экстрасенсорикой и прочими такими вещами, это остается такими непроверенными фактами. То есть вот мне кто-то говорил, что слышал от своей подруги, которая рассказывала ее бабушка, что вот это вот происходило. В конкретных исследованиях, ну то есть нужно же поставить точный эксперимент. Даже, насколько я знаю, есть такая премия Гудини, которая приглашает всех экстрасенсов, кто хочет показать свои экстрасенсорные способности и проверить их научными методами. Пока ни один экстрасенс это испытание не прошел. Поэтому это во многом является такой мистификацией. А для обоснования, что мы вроде как наукой занимаемся, приводят некие аналогии с квантовой физикой и пытаются за счет вот этого эффекта наблюдателя, что вроде бы как сознание влияет на материю, обосновать свои какие-то выкладки. Но на самом деле мы сегодня, я надеюсь, вы тоже как-то поняли, что сознание не влияет на материю, а только посредством каких-то приборов, каких-то установок, какого-то физического воздействия. И это не мысль материализуется. Это вот конкретные физические процедуры. Вот вы остановились на 2004 годе. А что произошло с 2004 по 2017-2018? Что-то новое в науке в этом было исследовано? Какие-то более новые рубежи брали? Более новое. Я говорил, что сейчас планируется с вирусами подобный опыт повторить. По-моему, проводили еще с молекулами хлорофила, которые еще больше, чем фуллерены. Но принципиально там никаких отклонений от квантовой механики не происходило. То есть все в точности подтверждается. Есть тонкие моменты в экспериментах с отложенным выбором. Действительно там не все так тривиально. Но это немножко из другой области. Это не из-за того, что мы как-то воздействуем. Эксперимент с отложенным выбором — это проявление эффекта запутанности. И чтобы с этим разбираться, нужно вводить еще одно понятие — эффект каунтовой запутанности. Эксперимент Эйнштейна, Подольского, Розена. И вот через это можно этот эксперимент описать. Поэтому у меня времени не было с этим подробно объяснить. Поэтому я так быстро ответил на предыдущий вопрос. Да, хорошо. Хотел вначале уточнить по полному эксперименту с фуллеренами. Микрофон не работает. Вы там говорили про температуру фуллеренов. Правильно я понимаю, что это то же самое следствие неопределенности Гизенберга, потому что температура в микромире — это просто скорость движения частиц. То есть, получается, у нас были быстро движущиеся частицы, и поэтому мы могли точно определить их местоположение. И сразу второй вопрос. Могли ты сказать про явление обратное, коллапсу вот этой волновой функции? То есть, происходит ли как-то деколлапсирование, то есть, когда у нас появляется частица вот с такой размытой волновой функцией, или это вы видите частицы, то есть, только один раз? Спасибо. Значит, вопрос был в следующем. Было два вопроса. Первый вопрос про температуру фуллеренов. Означает ли это повышение температуры, что они движутся быстрее? И второй вопрос про обратную процедуру к коллапсу. Происходит ли деколлапс волновой функции, или коллапс — это все последнее, что происходит в жизни частицы. На первый вопрос ответ такой. Вот у нас эти фуллерены, когда мы говорим про их температуру, это не та температура, которая, например, температура этого воздуха, как средняя кинетическая энергия движения молекул. Здесь сама молекула обладает температурой, то есть, ей можно приписать условно температуру, как среднюю кинетическую энергию колебания атомов, из которых она состоит. То есть, это не то, с какой скоростью она летит в пространстве, а то, как быстро колеблются отдельные атомы этого фуллерена. Ну и в этом смысле условно можно говорить про температуру, но чтобы как-то на такой термодинамической аналогии показать, откуда берется вот это тепловое излучение. За счет вот этих колебаний происходит переход на более низкий энергетический уровень, и высвобождающаяся энергия излучается в виде вот этой электромагнитной волны, которую можно зафиксировать, а можно даже не фиксировать. Фуллерены все равно будут вести себя как частицы. А что касается волновой функции, да, декогеренция происходит. То есть, сначала она коллапсировала, потом через какое-то время она летит дальше, она испытывает другие столкновения, она входит в другие ситуации, где она может проходить через другие две щели, ну или с другими атомами, и тем самым происходит ее постепенное размытие. То есть, это не единственный факт, ну, не единственное событие в жизни, она там постоянно то коллапсирует, то расколлапсирует, в зависимости от того, в какие условия мы ее поставим. А чем повторение смотонного, который ее коллапсирует, отличается от других повторений приоритета коллапсирования? Хороший вопрос. Вообще вот этот, ну, сам процесс коллапса и расколлапсирования, он, ну, весьма условный, потому что мы его вводим для того, чтобы, ну, как-то проиллюстрировать, что происходит с волновой функцией. И когда мы хотим измерить конкретно координату, ну, данного, скажем, электрона, мы посылаем вполне определенный фотон, да, то есть мы его специально готовим, чтобы он врезался, да, и дал нам какую-то информацию, да, о местоположении этого электрона. Другие фотоны, которые в него врезаются, не имеют, ну, такой заранее заданной, ну, какой-то характеристики, да, чтобы можно было точно определить его положение. Ну, и тем самым можно говорить о такой деколапсе, ну, или там расширении вот этой волновой функции. Вот. А то, что вот мы говорим именно коллапс, это, ну, по аналогии с микрофоном. Коллапс – это значит, что я посмотрел на микрофон вот с этой стороны. Потом он как-то летает, это вот такой деколапс. Если я на него посмотрю случайно, я могу увидеть и с этой стороны, и сверху, и снизу, да, то есть вот случайный взгляд нам даст, ну, какую-то размытую картину, да, а целенаправленный взгляд, когда я хочу посмотреть на него именно вот сверху, да, он мне даст вот такой сколлапсированный микрофон, да, в виде такого круга. То есть, настройность не тянется. Ну, да, можно так сказать. Ну, давайте вот с этой стороны сейчас спросим, а то у нас. Давайте делаем. Ну, насколько я видела, у вас на слайде был показан стационарное решение уравнения Шрёдингера. Как будет выглядеть нестационарное решение уравнения Шрёдингера? Еще сложнее. Ну, я просто привел в виде иллюстрации. Конечно, есть и другие решения. Мне здесь важно было показать просто саму, ну, саму суть, да, что решение волнового уровня Шрёдингера — это некая пси-функция, некая волновая функция, да, которая, модуль, квадрат модуля которой дает нам вероятность. Вот. А то, какое решение ей предшествует, да, то есть решением чего она является, это уже, ну, конкретно для нашей темы не так важно. Скажите про волновую функцию все же. Вы во время лекции описывали ее как какое-то конкретное физическое свойство. Но если она дает нам распределение вероятности, вероятность мы можем определить как меру неопределенности наших знаний, то получается, что волновая функция — это просто мера неопределенности наших знаний о молекуле. Все же такое, как это конкретный физический объект или все же это про наши знания говорит? Хороший вопрос. Здесь есть разные ответы. Ну, например, вот когда мы пишем формулу энергии, это какой-то реальный физический объект или нет? Это реальная физическая характеристика или нет? Ну, например, потенциальная энергия, MGH. Ну, в каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. И с волновой функцией что-то похожее. И среди физиков тоже нет такого однозначного согласия в том, какова природа волновой функции. То есть есть, например, интерпретация квантовой механики Бома, который считает, что эта волновая функция — это реальная физическая субстанция, которая вместе с частицей как-то движется и потом взаимодействует с двумя щелями, с экраном и так далее. И передает вот эту информацию о распределении препятствий этой частицы и заставляет ее двигаться определенным образом. Но это такие экзотические интерпретации. В наиболее такой распространенной пси-функция или волновая функция считается просто некой математической абстракцией. То есть вот некая такая просто характеристика. Ну или не характеристика, а вот некая функция, которую мы приписываем частице. И если хотим найти какую-то из ее характеристик, например, координату или импульс или энергию, то есть строгие математические процедуры, которые позволяют из вот этой волновой функции выразить любую ее характеристику. Да, с какой-то вероятностью. То есть зная волновую функцию частицы, мы можем только с некоторой степенью вероятности определить ее координату, ее импульс, ее энергию и так далее. То есть в этом смысле это просто способ описания, но не некая физическая субстанция. Хотя, еще раз повторю, есть среди физиков и такие специалисты, которые придерживаются и такой точки зрения, что волновая функция реально существует. И вот эта реальная волна, которая распространяется в пространство. Но она менее популярна.